Атаки телефонных мошенников на россиян растут, но пика не достигли. Об этом заявил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках сессии ВВФ-2022 «Продвижение российского программного обеспечения возможностей внутреннего рынка и перспективы экспорта». Сегодня из множества вообще кибератак на нашу страну в условиях развернувшейся против нас кибервойны можно выделить три главных направления. Это, собственно говоря, сетевые атаки. Куда входят DDoS-атаки? Это фишинг и это телефонное мошенничество. Но могу сказать, что сегодня крупные компании в нашей стране достаточно успешно противостоят. Противостоять таким действиям Сбербанку позволяют уникальные технологические решения, включая создание библиотеки голосов преступников, что позволяет успешно бороться с телефонным мошенничеством. Мы для себя обнаружили следующий тренд. Видимо, мошенники каким-то образом понимают, что они уже становятся на контроле и они уходят из Сбера. То есть эти преступники, голоса которых записаны в нашу библиотеку, фактически уходят из Сбера и от клиентов Сбера и таргетируют свои усилия уже на других кредитных организациях. Также, по словам Станислава Кузнецова, на значимых объектах критической инфраструктуры страны уже к 2025 году должны применяться только российские решения. В этом отношении сделано уже много, но две области требуют особого внимания подключения государственных институтов. Это защита облаков и высоконагруженных систем. Ведь в условиях кибервойны любые ошибки и неконкурентные решения могут привести к катастрофическим последствиям. Анна Дьякова, Софья Воронкова, Татьяна Полищук. Новости на восьмом. Новости на восьмом.